Друзья мои, всем привет! Вы в мастерской совы рукодельницы. Сегодня я приступаю к пошиву лоскутного одеяла и прежде чем шить его я начертила вот такую схему. Одеяло мое будет шириной полтора метра и длиной два метра. Оно будет шито из квадратиков 10 на 10 сантиметров. Я расчертила каждый квадрат, чтобы посчитать их количество. И три блока крэйзи роза будут вставлены в лоскутное полотно. Их размер 30 на 30 сантиметров. Я шила их в прошлом видео. Поскольку все квадраты 10 на 10 сантиметров вшиты из разных тканей, я не буду придерживаться какого-то рисунка. Мне нужно будет 273 квадрата размером 10 на 10 сантиметров. У меня есть несколько отрезов ткани, которые остались от ранних проектов. Я выберу штук 7-8 разных тканюшек и приступлю к разрезанию. Я сказала, что квадраты будут 10 на 10 сантиметров, но резать я буду квадраты 12 на 12 сантиметров. Буду шить с припусками 0,8-0,9 сантиметра. Я нарезала квадратики. Здесь у меня 273 квадрата. Я не буду придерживаться какого-то плана. Просто буду смотреть, чтобы рядом не оказалось ткани с одинаковой расцветкой. И мне нужно будет вписать вот эти три блока. Приступаем к пошиву. Я расскажу, как сшить быстро лоскутное полотно. Но если вы, конечно, не придерживаетесь какой-то идеи выложить орнамент из этих лоскутков, а просто будете шить а-ля бабушки в лоскут, все это шьется очень быстро. Но все-таки нужно продумать технологию пошива, чтобы сделать это максимально быстро и без проблем. Вот моя схема. В принципе, одеяло состоит из квадратиков 10 на 10 сантиметров. Я выкроила их 12 на 12, потому что ширина шва у меня 0,8-0,9 сантиметра. И три больших фрагмента 30 на 30 сантиметров. Они будут расположены в разных концах одеяла. Вообще, одеяло стачивается полосами. Когда все полосы стачены, тогда их стачивают между собой. И у меня одна полоса состоит из маленьких квадратиков. А следующая полоса состоит из трех квадратиков, трех полос, маленьких квадратов и одного большого фрагмента. Поэтому я приготовлю сначала широкие полосы. Таких мне нужно будет три. И нужно смотреть внимательно. В первом случае идет полоска из трех квадратиков, затем большой блок. И далее три полоски из маленьких квадратов. Во втором случае вначале идут три полосы из маленьких квадратов, далее большой блок и три маленьких квадрата. И в последнем случае идет полоса три на четыре квадрата маленьких, затем большой блок и далее продолжаются три полосы с маленькими квадратами. Вначале я стачаю три полосы, содержащие большие фрагменты, затем буду стачивать полосы из маленьких квадратов. Кстати, чтобы работа двигалась быстрее, я намотала несколько шпулек. Я шью лоскутное одеяло белыми нитками. Нитки использую вот такие. Это стопроцентный полиэстер, их тут много и они довольно прочные. Чтобы быстро шить лоскутное полотно, берем два квадрата и стачиваем их. Затем, не отрезая нити, стачиваем второй ряд квадратов. Смотрим, чтобы расцветки не повторялись. Затем стачиваем третий ряд. Также проверяем, чтобы расцветки не повторялись в предыдущем фрагменте. И так стачиваем столько рядов, сколько нужно. Смотрим, чтобы рядом не попадались одинаковые расцветки. Когда нужное количество рядов стачено, отрезаем последний ряд, но не разрезаем ряды между собой. Разворачиваем первые два квадрата и ко второму квадратику пристрачиваем следующий. Также поступаем во втором ряду. Проверяем, чтобы рядом не было одинакового цвета ткани. И так ряд за рядом разворачиваем квадраты и притачиваем к каждому второму квадрату следующий. Отрезаем нить, только стачав нужное количество рядов. И повторяем все сначала. То есть первый ряд притачиваем квадратик уже готовым стаченным квадратиком. и так далее. И так далее. И так далее. И так далее. Таким образом стачивать очень удобно, что видно, какие цвета находятся рядом, и очень удобно чередовать их не повторяя. В результате должно получиться полотно стаченных рядов, которые держатся как бы на ниточках между собой. И еще стачивая таким образом ряды, очень удобно их утюжить. Я утюжу следующим образом. Швы одного ряда заутюживаю в одну сторону, другого ряда в другую. И таким образом, когда стачиваешь уже полностью ряды, вот посмотрите заутюженные ряды, один ряд в одну сторону, другой ряд в другую. И когда их стачиваешь, очень удобно соединять между собой границы углов квадратов. Стачивая ряды вдоль, после закрепки я разрезаю ниточки, потому что эти швы я буду разутюживать. Но если их заутюживать в какую-то одну сторону, то можно и не разрезать нитки. И еще, когда швы заутюжены в разные стороны, очень удобно соединять. Нит толщины и сами швы очень хорошо стыкуются друг с другом. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такое полотно получилось. Здесь я швы буду разутюживать в разные стороны. И вот готовое полотно для лоскутного одеяла. В следующем видео я буду собирать уже готовое одеяло. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок